Владимир Владимирович, я сейчас спрошу про Армению. Год назад здесь на этой сцене Николай Ваваевич Пашинян сидел, и я видел, как вы общаетесь в кулуарах, и мне показалось, что было вполне абсолютно нормальное общение. Сейчас мы читаем про то, что вчера, по-моему, начались армяно-американские учения. Жена Пашиняна ездила в Киев, и спикер парламента Армении позволял себе в адрес нашего МИДа очень нелецеприятные высказывания. Почему произошел этот разворот Армении, как это скажется вообще на обстановке на границе с Азербайджаном, и к чему это вообще может Армению привести? Я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим и понимаем, что происходит. Об этом можно много говорить. Мы предлагали свои варианты урегулирования, и мне кажется, это хорошо известно. Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района, Калибаджарский и Лачинский, остались под юрисдикцией фактически Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия, лет 10-15. Разные варианты, но в конечном итоге всё сводилось к этому. На наш вопрос, что вы будете делать, нам отвечали, что будем сражаться. Ну, ладно. Значит, в конечном итоге ведь всё пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Но дело не только в результатах вот этого последнего конфликта, дело ещё в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своём пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Ну, и мы знаем об этом здесь. Ну, чего говорите? Теперь мне президент Алиев говорит, ну, вы же знаете, что Армения признала, что Карабах нас, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решён. И армянское руководство вот об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и, называв цифру, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Ну, это состоялось, это же не наше решение, это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну, а что нам сказать-то здесь, если сказать нечего? Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, ну, чего нам делать? Конечно, здесь возникают другие вопросы, вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Это правда, да. Мандат ещё действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делся. Вот я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересованы в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересованы в том, чтобы процесс этот происходил мягко. А насколько, по вашему мнению, вообще обоснованы претензии Еревана, когда говорит, что Россия не помогла, ОДКБ не помогло, блокаду Нагорного Карабаха тоже не сняли, и там гуманитарная катастрофа происходит? Но вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, всё, о чём речь-то, вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема. Такой личный вопрос. За эти дни Николай Ваваевич разговаривал с вами, потому что с Макромом он поговорил, с президентом Ирана поговорил. Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Здесь никаких проблем у нас с Арменией нет. И с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте.